Всем привет! Сегодня 30 августа, Московская область. Я собираю урожай декоративной тыквы. Сорт называется Красная шапочка, семена от Гавриш. В пакете три штуки. Все три они и взошли. В этом году декоративную тыкву высаживала в новый цветник, так как для нее места я не успела подготовить. Я декоративную отдельно выращиваю от столовых сортов, дабы исключить перепыление. Но в любом случае пчелы стараются, опыляют. Поэтому столовые съедобные сорта я опыляю вручную, а декоративные опыляются сами. Все вы знаете, что декоративную тыкву есть нельзя. Она для декора, так как мякоть у нее очень и очень горькая. Если она перепылится со столовыми съедобными сортами, то можно такую тыкву просто выбросить. Итак, тыква растет в цветнике. Единственное, что два дня назад я заметила на листву напала мучнистая роста. В любом случае тогда тыкву нужно собирать, да она уже и готова, дабы не разнести это заболевание по цветнику. Ну и расскажу, как я определяю, готова у меня тыква к уборке или нет. Сорт декоративной тыквы, красная шапочка, имеет довольно-таки длинные стебли, могут достигать 4 метров. Сам стебель при этом тонкий. Листва среднего размера. Как и столовые съедобные сорта, она также дает дополнительные корни на основных побегах. Но это при условии, если они у вас лежат на земле. В характеристике заявлено, что тыква очень плодовита. Каждое растение может дать вам от 20 до 30 плодов. Но здесь нужно смотреть, в каком регионе вы проживаете. Если, конечно, где-то на юге, то возможно. А если, как я, в средней полосе или на севере, то здесь тыкву нужно формировать. Тыкву я формирую и декоративную, и столовые сорта. Что я делаю? Во-первых, я все боковые побеги вырезаю, оставляю только главный стебель. И на главном стебле я и формирую тыкву. То есть на каждом растении я оставляю не более 7 штук. Для декоративной тыквы самое главное это вызреть. Если в зависимости, как вызрит у вас тыква, так она у вас будет храниться. Вообще, в хранении она минимум должна вас радовать 1 год. У меня прошлая декоративная тыква простояла на подоконнике. Но это при условии, что не в теплом месте, а на таком прохладном подоконнике 1 год и 2 месяца. Это означает, что тыква действительно хорошо вызрела. Все сорта тыквы я высаживаю и выращиваю одним и тем же методом. Поэтому можно зайти в прошлогодний плейлист и наглядно посмотреть. Сейчас я здесь вкратце расскажу, как высаживала эту тыкву. Итак, здесь было 3 семечки. Я их замочила. 24 апреля они проклюнулись. И я их рассадила отдельно по рассадным пакетам. Сюда уже в цветник я высаживала рассадой с 3-4 настоящими листами. В рассаде у меня получилось 3 куста. Сделала 3 посадочных ямы. Добавила в каждую по пол ведра конского перепревшего навоза. И по ведру уже порезанной свежей крапивы. Смешала со своей землей. Все перемешала хорошо и высаживала рассаду. Плюс хороший обильный полив. Все. По мере созревания плодов я всегда подкладываю досточку, чтобы тыква лежала на доске. Или на какой-либо поверхности. Делаю для того, чтобы плоды на земле не подгнивали. Как я понимаю, что тыква у меня уже созрела. Я смотрю по хвостику. Если хвостик, который прикрепляется к основному стеблю, уже желто-оранжевого цвета, все, тыква готова срезки. Срезаю я ближе не к основанию тыквы, а ближе к стеблю. То есть оставляю такой хвостик. Понять, что тыква созрела, можно, конечно же, не только по этому хвостику, но это основной мой индикатор спелости. Но и потому, что тыква внешне уже готова, как и заявлено. Она должна быть красно-оранжевого цвета, шапочка и белое основание. Как, в принципе, заявил и производитель. Значит, тыква готова. Смотрите, какая она прелестная. Похожа на грибочек. Очень декоративная. Выращивала я в этом году и вообще первый раз. Она мне очень понравилась. И хочу вам показать другого качества плоды. Это явно, что нарисовано на картинке. Стопроцентное совпадение. И сейчас покажу еще сорву. Попадаются плоды и такого качества. Преимущественно здесь развита больше всего оранжево-красная шапочка. А вот белое основание совсем немножко. Но тоже она очень и очень красивая. Получается здесь такой тюрбан. Она тоже уже созревшая. Несмотря на то, что здесь хвостик еще зелененький, но он уже становится белесый. И тыква готова. Красота. А теперь давайте я сейчас соберу всю тыкву. И мы посчитаем, сколько же у меня получилось штук с трех растений. Итак, собрала урожай. Получилось у меня 19 штук с трех кустов. Еще две тыквы были недозревшие, но я их не стала даже срезать. Чудная тыква. Такие тыквы вообще замечательно смотрятся в декоре даже в спальнях. Но в особенности на кухне. Единственное, что нельзя их близко располагать к варочной панели или к обогревателям. Она быстро начинает портиться тогда. Но зимой, вот сейчас осенью, это будет просто красота в доме. Итак, что я сейчас буду делать? Я ее уберу на дозаривание. Вот эта шапочка, она приобретет еще более яркий цвет. Почему тыкву важно срезать именно с хвостиком, оставляя 5-10 сантиметров. Потому что если вы срежете и обломаете ее вот здесь у основания тыквы, то образуется ранка. Если она даже у вас затянется, все равно тыква начнет у вас гнить вот от этого основания. Поэтому здесь важно оставить хвостик. И тогда она с этого кончика постепенно начнет усыхать, дойдет до основания и сама отвалится. И никак не повлияет на красоту тыквы. В этой тыкве, что самое главное, чтобы она очень и очень хорошо вызрела. И она вас будет радовать целый год. Это минимум. Ну а сейчас буду ее убирать на дозаривание. У меня на сегодня все. Я вам желаю хороших урожаев и всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok